В этот день 9 августа родились Евдокия Лопухина, первая супруга Петра Великого, мать цесаревича Алексея. Леонид Андреев, писатель, считается отцом русского экспрессионизма. 9 августа 1731 года в Санкт-Петербурге основан Шляхетский кадетский корпус, высшее военноучебное заведение для дворян. 9 августа 1905 года в городе Портсмин, США, открылась мирная конференция между Россией и Японией. Она завершала русско-японскую войну 1904-1905 годов. 9 августа 1945 года на японский город Нагасаки была сброшена американская атомная бомба. Ровно в тот же день Красная Армия открыла боевые действия против японских войск в Манчжурии. Русско-японская война в 1905 годах, приграничные конфликты на озере Хасан и Халхин-Голи. Вот основные вихи отношений России и Японии в первые десятилетия 20 века. Отношения с самурайским соседом, мягко говоря, выходили сложными. Лишь одно неплохо. Японцы тоже убедились, что Красная Армия силой серьезных. Потому в апреле 1941 года две державы подписали важнейший договор о неправитете. Исторический опыт показывал, что самурайским обещаниям мира доверять нельзя. Поэтому даже в самые сложные первые месяцы Великой Отечественной на восточной границе стоял без дела целый фронт. В декабре эти солдаты-сибиряки отстояли Москву. Японцы не рискнули напасть во время противостояния США. В апреле 1945 года, когда крах Рейха стал вопросом считанных дней, Дальневосточный фронт стал восстанавливаться. За два месяца до этого в Ялте Сталин пообещал союзникам помощь в борьбе против Японии. К августу на восточной границе собрались уже три фронта. Первый и второй – Дальневосточный и Забайкальский. Против них стояла Квантунская армия – самая сильная сухопутная группировка противников. Значительную часть войны Япония к тому времени провела на море, поэтому потенциал для наземных операций сохранял высокий. Одновременно с этим реального опыта крупных сражений японцам не хватало, в отличие от советских частей, уже бравших Берлин. Итак, главная операция до короткой войны, Манчжурская, началась при относительно равной численности войск и подавляющем превосходстве советской артиллерии, танков и самолетов. Маршал Василевский операцию провел блестяще. Возможно, это была лучшая операция для Красной Армии за всю войну. Хотя задача была нелегкая – расчленить и окружить противника, прорвав фронт длиной более 4,5 тысяч километров. В первый же день авиация уничтожила значительную часть военных объектов в глубине территории. Плот перерезал коммуникации и вывел из строя морские базы. Передовые танковые соединения к исходу дня преодолели до 150 километров. Труднее всего пришлось за Байкальскому фронту, наступающему с запада. Перед ним лежал труднопроходимый хинганский кребет в пустыне болот. В первые дни до 14 августа иконцы отчаянно контратаковали. Бились до последнего солдата. Использовали атаки смертников. Обвязанные гранатами потомки самураев бросались под советские танки. Сколько-нибудь значительных успехов это не принесло. Продвижение по всем направлениям с востока, с запада и с севера невозможно было остановить. Тогда часть Квантунской армии начала отходить к морю без возможности к эвакуации. Основная группировка оказалась в окружении. 17 августа был принен император марионеточного государства Манчжоуго. Он же последний китайский император Ухи. Через пять дней после начала войны японцы запросили перемирие. Хотя продолжали оказывать безнадежное сопротивление. Только через три дня командование дало приказ во всеместной капитуляции всей Квантунской армии. С 18 августа начался запад Курильских островов. За две недели воздушные и морские десанты полностью заняли архипелаг. Причем соотношение сил было почти десятикратным в пользу японцев. Две недели потребовалось на захват Южного Сахалина. Весь остров перешел в советское владение. Основные боевые действия на континенте продолжались всего 11 дней до 20 августа. В боях погибло более 80 тысяч японских солдат. Около 600 тысяч оказались в плену. Советские потери заставили около 12 тысяч убитыми и пропавшими без вести. 25 тысяч ранен. Когда западные союзники разрабатывали план войны с Японией без участия Советского Союза, то в качестве реально достижимой цели разгрома называли 1947 год. Советской армии понадобилось всего две недели, чтобы решить все свои задачи и полностью лишить страну восходящего солнца возможности сопротивления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова